Революции не будет, говорят в Республиканском Министерстве Транспорта и Дорожного Хозяйства. Но жители столицы все равно волнуют грядущая оптимизация городского транспорта. Как отразится на жизни столицы сокращение количества маршруток почти в четыре раза? И на чьи плечи ляжет ответственность за обновление автопарка? Во всем этом пытался разобраться наш корреспондент. Транспортная система современного мегаполиса – объект постоянной критики и предмет прямоментного усовершенствования. В Чебоксарах, как везде, от жителей часто поступали жалобы. Как заметили в Минтрансе, пассажиров не устраивала работа коммерческих маршрутов. Несоблюдение скоростного режима, опасные маневры и нарушение правил посадки и высадки. За дело взялись специалисты Петербургского института транспортной инфраструктуры. На остановках были установлены камеры, которые автоматически считали количество транспорта и пассажиров. Проведены социологические опросы в интернете и на 25 точках города. По итогам научной работы институт предложил следующее решение. 20 маршрутов закрыть, 18 изменить и 1 добавить. Средние автобусы должны быть заменены на более вместительные, а конкуренция между городскими и межмуниципальными маршрутами уничтожена. Так как все маршруты по регулированным тарифам, то соответственно на все маршруты будут у нас заключаться муниципальные контракты. На конкурсной основе мы будем объявлять аукционы на все маршруты. И одним из требований при проведении торгов это будет наличие подвижного состава, то есть автобусов не старше двух лет. В ходе этой реформы в Чебоксарах должен появиться новый вместительный и комфортный транспорт, но его приобретение станет обязанностью перевозчиков, с которыми администрация планирует заключать долгосрочные контракты, чтобы свести риски и затраты к минимуму. А количество маршрутных такси будет постепенно сокращаться с 488 до 128, чтобы основной пассажиропоток обслуживался троллейбусами и автобусами. Однако жители города расходятся во мнениях относительно грядущих перемен. Туда только один 16-й автобус ходит, и то через 48 минут. А по радио сказали, что его вроде хотят снять. Тогда что жители этого микрорайона энергетики должны пешком ходить? Если они это сделают грамотно и эффективно, то вполне возможно это будет классно. Я немножко отрицательно отношусь, немножко положительно. Потому что я слышал, во-первых, что Wi-Fi будет в троллейбусах с сентября, это радует. А с другой стороны, реформы идут сверху и не всегда приносят обычным горожанам положительные изменения. Предложенные решения не окончательны. В мэрии прислушиваются не только к ним, но и к пожеланиям горожан. Проект документа уже прошел публичной консультацией. И теперь все конструктивные дополнения жителей республики отправлены в институт для дальнейшего изучения и доработки. Однако перемен в транспортной сети осталось ждать недолго. Уже введен новый 22-й троллейбусный маршрут, а в центре города на днях установлены шведские паркоматы. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика.